Всем привет! Меня зовут Алина. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам о прочитанном мае. Начну, пожалуй, с книги Брэндона Сандерсона «Рифматист». Это подростковое фэнтези о 16-летнем парне, который учится в элитной академии и больше всего на свете мечтает стать рифматистом, магом, обладающим способностью оживлять двухмерные фигуры, нарисованные мелом. К сожалению, рифматистами становятся только дети, прошедшие специально отбор 8 лет. Джоэл упустил свой шанс. У него нет никаких магических способностей. К тому же, в отличие от остальных студентов академии, он всего лишь сын уборщицы. Но загадочные и внезапные исчезновения студентов дают Джоэлу шанс проявить себя, и его жизнь коренным образом меняется. В «Рифматисте» очень интересная магическая система, основанная на геометрии, математике и умении рисовать различные чертежи мелками. Кстати, в книге довольно много иллюстраций, примеров разных рифматических чертежей, и это помогает понять, о чем идет речь. Было очень интересно увидеть, как выглядят охранные круги, линии запрета и миловики. Очень интересный сюжет, прекрасные персонажи. Это замечательно написанный магический детектив, действие которого происходит в Академии магии. Также тут сразу два моих любимых поджанра фэнтези в одном. И магический детектив, и академка. Вообще, Сандерсону очень хорошо удается писать подростковое фэнтези. И эта книга, на мой взгляд, ничуть не вступает в цикл «Устремленное в небо». Между прочим, у главных героев много общего, и Джоэл, и Спенсер, по сути, являются изгоями общества. И у них обоих есть заветная мечта. Джоэл мечтает стать рифматистом, а Спенсер мечтает стать пилотом-устребителем. Все говорят им, что добиться успеха нереально. Но они не сдаются, несмотря ни на что. И мне очень импонируют книги с таким сюжетом. Единственный минус этой книги заключается в том, что у нее нет продолжения. Ее совсем недавно впервые перевели на русский язык, но она была издана на английском еще в 2013 году. С тех пор прошло 11 лет, а Сандерсон так и не написал продолжения. И она вряд ли появится в ближайшие годы. Конец книги не то чтобы является клиффхенгером, но все равно обидно, что нет второй книги. Осталось столько вопросов, а ответов нет и не факт, что они вообще появятся. И все же, несмотря на это, я очень рекомендую вам почитать эту книгу. Она понравилась мне намного больше других книг Сандерсона. Я искренне сопереживала персонажам, их поступки не вызывали у меня раздражения. Замечательная книга. После «Рифматиста» я прочитала книгу корейской писательницы Ким Джи Хе «Книжная кухня». Главная героиня этой книги бросает успешную жизнь в Сеуле и открывает книжное кафе-пансионат в крошечной деревушке на берегу озера. Шесть постояльцев, шесть историй. Более судьбы, оказавшись в пансионате, герои переосмысливают свою жизнь. Они ищут вдохновение и набираются силам новые свершения. Кто-то пишет музыку, кто-то признается в любви, кто-то решает, что же делать дальше. А хозяйка «Книжной кухни» всегда готова выслушать истории своих гостей, предложить им кофе и порекомендовать книгу по вкусу. Эта книга о том, как важно найти свой собственный оптимальный путь. Она о том, что жизнь короче, чем кажется. Автор заставляет задуматься о жизненных ценностях. Как ты хочешь жить? О чем ты мечтаешь? Сможешь ли ты чего-то добиться, если продолжишь жить так, как живешь сейчас? Счастлив ли ты? Эта книга напомнила мне о том, что нет единой нормы. Нет абсолютного бесспорного стандарта. У каждого из нас есть свой путь, который подходит только нам. Меня очень тронуло послесловие автора. И еще вдруг захотелось отправить само себе отвроченное письмо и почитать книги, которые так помогли этим персонажам. Кстати, недавно опирали на русский язык еще одну книгу. Это писательница по названию «Прачечная стирающая печали». Мне очень понравились и обложка, и название, так что я обязательно хочу ее почитать. Напоследок добавлю, что «Книжная кухня» очень напомнила мне японскую книгу «Вы найдете это в библиотеке». Так что, если вам понравится эта книга, то я очень советую Дальшан Святой. Затем я прочитала научно-фантастический роман Кира Булычева «Поселок». Многие считают эту книгу шедевром. Например, ее очень хвалила книжный блогер Аня Bookspace. Начну с аннотации. 17 лет назад космический корабль «Полюс» потерпел крушение в горах на неизведанной планете. 40 астронавтов, не имея возможности вернуться домой, основали там поселок, где жизнь пошла своим чередом. Строились дома, добывалось пропитание, росли и воспитывались дети, никогда не видевшие Земли. Практически потеряв надежду на возвращение, жители поселка решают совершить еще одну экспедицию к полюсу. И вдруг замечают в небе объект, который может быть разведывательным модулем земного корабля. Это их шанс. Эта книга о том, что человек отрезан от цивилизации неизбежно деградирует. Она о людях, которым предстоит выбрать, что же важнее – физическое выживание или моральное выживание. Очень хорошо написано, но я не могу сказать, что прямо в восторге. Порой мне было скучно. Не было искушения читать эту книгу допоздна, ночь напролет. Возможно, она понравилась бы мне гораздо больше лет 10 назад. Это дело вкуса, но, к сожалению, арифматист понравился мне гораздо больше поселка. Я ожидала большего. Помимо этих книг, я прочитала в мае комикс Брэндона Сандерсона «Белый песок». Всего три тома. Действие происходит на планете, одна сторона которой купается в лучах беспощадного солнца, а другая навеки погружена во тьму. На солнечной стороне живут и мастера песка. Управляя песком, они делают невероятные вещи. Возводят огромные здания, сражаются и даже парят в воздухе. Главный герой обделен выдающимися способностями, и он с самого рождения стремится доказать всем, особенно своему отцу, что даже ему по силам добиться самого высокого звания в ранге мастеров песка. Он уверен, что упорство гораздо важнее таланта. Вот только его жизнь полностью меняется, когда люди из рождебного клана убивают его отца и почти всех его товарищей. Чудом выжив после кровавой бойни, он намерен выяснить правду случившимся. Он уверен, что кто-то ослабил мастеров песка и подсказал врагам, в какой момент атаковать. Неужели среди них был предатель? Честно говоря, мне совсем не понравился этот комикс. Хуже всего рисовка. Во втором томе пять глав нарисованы одним человеком, а шестая совершенно другим. И у них очень-очень разный стиль рисования. Переход от одного стиля к другому был столь внезапным, что я была просто в шоке. Я дочитала трилогию только потому, что она была написана Брэндоном Сандерсоном. Так что я думаю, что этот комикс заинтересует в первую очередь его фанатов. Как комикс «Белый песок» оставляет желать лучшего. Так что любители комиксов, скорее всего, будут разочарованы. Спасибо за просмотр! Пишите в комментариях, читали ли вы эти книги, что вы о них думаете. Пока-пока!